Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Мутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Во-первых, хочу поблагодарить вас еще раз за то, что участвовали в недавнем моем прямом эфире. И я неоднократно говорю о том, что хочу быть полезной. И причина вот этой полезности заключается в том, что взаимодействие с вами на самом деле приносит мне колоссальную энергию, эмоции, радости, какого-то внутреннего удовлетворения. И меня это наполняет на самом деле. Поэтому слова о том, что я действительно хочу быть полезной, для меня это не пустые слова и совсем не коммерция на самом деле. А это искренний какой-то такой порыв даже не в том, чтобы помогать, а именно в том, чтобы быть действительно полезной. И когда я это чувствую, то вот от этой отдачи я получаю намного больше, чем отдаю. Вот это вот выражение, да, о том, что когда ты отдаешь что-то, тебе возвращается сторица, я это ощущаю вот прям на себе 100%. Поэтому я еще раз, в очередной раз, скорее всего, хочу вас поблагодарить за то, что пришли, за то, что задавали мне вопросы. Для меня это действительно важно. Без какой-то напущенности и все такое. Это действительно искренне. Вот. Сегодня мы с вами будем разбирать очень интересный вопрос, тему, за что я очень благодарна Ольге Юрковской, если я правильно озвучиваю фамилию. Надеюсь, что правильно. Название вы уже увидели. Мы с вами будем разбирать сегодня тему фамилии. Вообще, на самом деле, мне очень нравится, когда у вас вот такие вот оригинальные идеи для раскладов. Я помню наши расклады про животных. Кто еще не смотрел, смотрите. Как вас видит ваш питомец, почему он заболел. Вообще, оригинальные темы, они интересны мне в первую очередь, да, делать на них расклады. И вот на сегодняшнюю тему, почему я выбрала, мне самой стало очень интересно, потому что очень часто есть какие-то вещи, когда, допустим, нам не нравится наша фамилия, либо не нравится наше имя, и мы хотим поменять. И мы никогда не задумываемся, да, особенно это касается женщин, ну, по крайней мере, в России это так, в Греции уже это не так, когда женщина выходит замуж, она не меняет фамилию сейчас. Раньше так же было, как и в России. Насколько это влияет на нас? Вот сегодня я хочу вот это посмотреть и разобраться. насколько смена фамилии влияет на нашу жизнь. И мы рассмотрим, причем, знаете, есть еще и мужчины, которые берут тоже фамилию своей жены по разным причинам. То есть, в общем, не буду много говорить, давайте будем смотреть. Мне очень-очень интересна эта тема. Три варианта мы сделаем. Смотреть я буду на Тару Темного Света, возможно, Оракуль, Граль Забытых Историй, и, возможно, использовать буду колоду Чака Спецана, я вам говорила об этом. Вот так у нас сегодня легли наши камешки. Вот так вперед, да, чтобы вам видно было. Первая позиция – голубенький камешек, вторая – красненький, и третья позиция – зелененький. Выбирайте, а мы с вами посмотрим. Наверное, я загадаю тоже вместе с вами первую позицию и просто посмотрю. Фамилию-то я менять не меняла, но если бы сменила, да, что было бы, было бы очень интересно, но все же мне моя фамилия нравится. Мне кажется, я бы не смогла ее сменить. В принципе, что я и не делала в браке, когда была. И дети, кстати, тоже на моей фамилии записаны. Ну, это так. Есть причины на то. Отодвигаем эти позиции, я надеюсь, вы их выбрали, и мы начинаем с голубенькой позиции, номер один, с голубенького камушка. Первый вопрос. Что несет в себе фамилия... Так, минутку. Потому что я здесь вопросы немножечко отметила. Что несет в себе ваша девичья фамилия, то есть та фамилия, с которой вы родились? Давайте посмотрим, что несет для вас ваша девичья фамилия, то, с которой вы родились. Вы знаете, ваша фамилия, она достаточно такая философская, хочется сказать. Она несет в себе какой-то такой смысл вашего духовного развития. Вот так давайте я скажу. Причем, знаете, страхи, с которыми вы встречаетесь на своем пути, и именно преодолевание их, отвечая на вопросы, то есть они для вас как-то вас мотивируют, вот именно на вашем пути познания. И через вот эти вот страхи вы приходите к некой такой мудрости, вы приходите к некой такой глубины, да, понимания именно мироздания. Для кого-то фамилия, она несет в себе какой-то глубокий достаточно смысл, традиции. Для кого-то эта фамилия, она как-то вот связана, может быть, с религиозными понятиями, да, именно с некой такой верой в нечто большее, если не привязываться к религиям. Но здесь однозначно фамилия, вот мне кажется, что даже в вашей ветви, ваших прородителей, да, не в вашем роду, я в другой смысл вкладываю слово род, поэтому я точняю, именно ваши прородители, не предки, а прородители, то есть ваши бабушки, дедушки, то откуда идет корень вашей фамилии. Вообще я хочу еще и посмотреть, откуда идет, с чего началось вот это вот несение вашей фамилии. Здесь дело в том, что у вас в роду были люди достаточно такие религиозные, может быть, были, я не знаю, независимо от того, какой веры вы относитесь, там, как разделение идет, да, там, поп, либо это мула, да, если мусульмане, там, я не знаю, евреев, раввины, я извиняюсь, я не знаю, но смысл заключается в том, что было очень много верующих людей, не просто, что они верили, а служителя, да, так скажем, Богу в каждой религии, в которой вы относитесь, то есть вот очень верующие люди были, и здесь прям, знаете, вот чувствуется такая в какой-то момент вот прям сплоченность, то есть вы можете даже с родственниками как-то и не общаться, может быть, быть какие-то раздоры, но вот все равно, вот как такое ощущение, что вот на празднике, как будто бы вот вся семья объединяется. Вот здесь вот ваша девичья фамилия, вот она слишком, не то, что слишком, вот она какая-то, ну вот сила идет, да, именно сила в познании, может быть, учителя были, да, причем не учителя, которые в школе, а вот только, знаете, какие-то духовные учителя, очень мудрые люди, люди знающие, люди верующие, люди, к которым приходили, может быть, за советом, знаете, вот бывали в плевинах, всегда есть мудрец, который приходит за советом, то есть люди, которые имели какой-то статус, люди, которые умели, имели уважение, вот ваша фамилия, она несет вот именно вот эту глубину, вот правильность, да, какие-то, вот если вы жили, допустим, в деревне, то была такая, знаете, вот правильная семья, которая ждет, как бы так объяснить, по всем правилам, показательная такая семья, да, где, допустим, роль отца, это роль отца, роль мужчины прям проигрывается, роль женщины, то есть вот эти вот ролевые вещи, они присутствовали, вот самой вот этой вот фамилии есть очень большая сила у вас на самом деле. Кто-то бы, ну, из коллег бы сказал, что здесь сила рода, да, я говорю, что это сила фамилии вашей, которая несет, но здесь есть вот какой-то страх, который с одной стороны помогает вам развиваться, с другой стороны может быть где-то в прошлом, в далеком прошлом, каких-то там, может быть, там, третье, четвертое поколение и дальше, как-то ваша фамилия, она, может быть, была очень неизвестная, и вот как-то здесь какие-то страхи о том, чтобы скрывать свою фамилию, да, может быть, ваша фамилия прибежала к некоторых изменений, да, ну, прибегали к некоторым, может быть, буквы менялись, может быть, изначально она не звучала так, как есть, а какие-то вот буквы менялись, чтобы, как-то, вы знаете, сохранить свой род, потому что в дальнем, вот если вы, я знаю, что есть такая услуга, по крайней мере, в России я слышала о ней, что можно посмотреть, откуда корни вашей фамилии, да, то есть где жили люди с вашей фамилией, не одноименцы, а вот именно про родители, откуда корни берутся, вот у вас она, я не могу сказать, что она древняя, но она очень сильная, вот очень люди были такие, знаете, важные, которые какие-то титулы занимали, ну, не случайные, и вот здесь вот, видимо, как-то был период, когда надо было эту фамилию, как-то страхи, как-то сохранить, как-то прятать, вот здесь что-то такое, давайте я посмотрю, мне очень хочется смысл происхождения вашей фамилии, посмотрите, здесь что-то есть такое глубокое, потому что... вот да, выпадает здесь карта безместежности птицы, говорящие как раз о том, что были мастера в вашем роду, я не случайно сказала учителя, которые передавали знания, знаете, вот если что было понятно, вот эта вот философия дзе, да, успокоение, может быть, были целители в вашем роду, ваши прародители, которые могли лечить словом, вот как-то, знаете, вот успокоение, да, может быть, входили... вот здесь у меня идёт такое, что кто-то входит в дом ваших прародителей, да, я не знаю, в каком поколении, и вот прям, знаете, ну, староста, хочется сказать, самый главный мужчина, вот к нему прям даже независимо, кто приходили, насколько это были богатые люди, да, с чином каким-то, вот они поклонялись к нему, склонялись к нему, склонялись к нему, прям вот именно в уважении таком. Вот здесь идёт вот такое, знаете, вот такая стать, хотя человек может быть сам по себе здесь вопрос не в богатстве, а вот именно в той силе, которую он выражал. И вот, знаете, вот такое успокоение, опять-таки мужская фигура, я вижу, которые приходили за тем, чтобы какие-то конфликты разрешить, да, то есть человек, вот как к царю Соломону приходили, и он мудро мог распорядиться, да, сказать правильное решение, как судья, может быть, судьи даже у вас тоже были. Вот такая вот фамилия, она очень весомая, вот справедливость, поэтому и у вас есть сейчас вот это вот качество справедливости от вашей фамилии. Но я хочу посмотреть вот здесь страхи, с чем это связано. Это как-то связано с временем и мудростью. Вот я же говорю, как-то вот о чём здесь время, да, о партнёрствах. Здесь как-то вот, я же говорю, была какая-то, может быть, борьба, может быть, война, может быть, надо было отстаивать как-то вот имя своей фамилии, да. И вот здесь всё-таки есть такое ощущение, что как-то скрывали эту фамилию, и поэтому в какие-то периоды меняли, видоизменяли, там одну букву добавляли, либо наоборот убирали. Нет, скорее всего, добавляли. Я не вижу, чтобы убирали букву, а вот надобавляли. Чтобы как-то завуалировать, да, не потому что люди стеснялись этой фамилии, а именно для того, чтобы сохранить. Поэтому в вашей фамилии смысл уже есть некой такой мудрости, некого такого познания, и есть сила, огромная сила. И вы, возможно, чувствуете даже, это знаете, как можно понять, проговорите свою фамилию очень медленно, буква, как, знаете, букву за буквой, таким образом, вот каким-то вот протяжным, гласным, если можно подтянуть, таким, здесь вибрации такие, знаете, такое ощущение, как будто бы земля дрожит, когда, если очень громко проговаривать, знаете, фамилии вот в мультиках бывает иногда, когда есть какие-то призывы, там, «О, отче наш!», да, вот как говорят, вот прям, знаете, вот таким вот голосом, если проговорить, вы почувствуете мощь и силу своей фамилии. Попробуйте, и потом мне напишите в комментариях, мне очень будет любопытно, удалось ли вам почувствовать вибрацию, потому что здесь, на самом деле, в вашей фамилии сила очень мощная заложена, здесь даже и воины были, да, здесь вообще огромная история с вашей фамилией, здесь и воины были, здесь и воины, люди, которые воевали, да, здесь вообще воевали за свою любовь, даже не только в силу того времени, да, где какие-то воины были, а здесь даже за любовь вот отстаивали как-то право на любовь, здесь очень-очень интересная такая история всплывает, если вы когда-то копались и разбирались со своей родословной, напишите, мне будет очень интересно. Хорошо, что несет в себе фамилия мужа или жены для вас, то есть если вы поменяли, вашу фамилию я посмотрела, если вы в какой-то момент поменяли свою фамилию на фамилию мужа, либо если вы мужчиной как-то, каким-то образом поменяли на жену, на фамилию мамы, может быть, да, потому что обычно по отцу передают, если вы сменили. Ох, а что у нас здесь с мужем? Почему сказала? Ох, потому что вы были высшие силы, здесь как будто бы высший старший страшный суд, карта, и король Пентакли. Вот фамилия вашего партнера, давайте так будем говорить, да, что несет, вот фамилия вашего партнера, она несет какие-то такие блага, стабильность, никакая такая, знаете, долгосрочность, такое ощущение, что в фамилии уже есть ремесленники, есть люди, которые умели зарабатывать, но смотрите, как интересно, вот в вашей фамилии есть духовность, есть знания, есть мудрость, а в фамилии вашего партнера есть именно материальный план, бытовой, то есть люди, которые, как это, в союзное время благохозники, да, я не знаю, как сейчас, христиане, да, люди, которые занимались землей, то есть взаимодействовали именно с землей, да, умели что-то взращивать, умели получать блага. Я не могу сказать, что они как-то многословные были, почему-то мне опять-таки мужская сила идет, что по вам, что по роду, по фамилии вашего партнера, вот я активную такую мужскую энергию вижу, которая больше, знаете, как-то вот защищать, именно защищать как-то свои блага, то, что наработано, защищать свою семью. Вот здесь вот деньги проскальзывают, да, может быть, зажиточные были, кого-то, может быть, даже и раскулачивали, кто-то терял деньги. Ну, здесь вот прям такое, знаете, люди-бояре были. Если это не Русь, а Средняя Азия, потому что я знаю, что меня смотрят и люди с Казахстана, то здесь прям, знаете, люди, которые, у которых был скот, у которых были деньги, ну, вот прям не бедные люди, но которые вот прям были очень близки к земле. Кочевники здесь могли быть, прям, знаете, опять-таки, вот, хочется сказать, монголо-татарское иго, почему-то это слово пришло, кочевники, да, которые передвигались, которые знали природу, очень хорошо знали природу, вот прям работали со стихиями природы. Знаете, здесь еще картинка идут гномы. Ну, давайте посмотрим, прям, не знаю, почему гномы, гномы, потому что они были ответственны за минералы, и вот здесь вот как-то, может быть, невысокого роста люди. Но здесь еще фамилия вашего партнера несет какую-то, как бы, знаете, отработку, что ли, за какие-то, может быть, блага. Либо на фамилии вашего партнера как будто бы вот завершается род, да. Ну, может быть, не было девочек долгое время, и поэтому завершается род. То есть, ну, женской какой-то линии не видно было. Много мальчиков. Что еще здесь по партнеру, да? По партнеру очень интересное. Вот здесь такое ощущение, что вот долги. А помните, я говорила ваши по женской, по девичьей фамилии женской, да? Вот здесь вот мудрость идет и справедливость. И вот фамилия вашего партнера, а там долги отдает. Вот и такое ощущение, что вот он отдает вам долги, да? Он должен как будто бы служить, вот ваш партнер, независимо от того, кто мужчина или женщина. Вот он как будто бы вам служит. А вы как по справедливости не то, что наказываете, а вносите вот это вот равновесие вот именно в его род. Вот здесь вот два рода как будто бы встретились, и род вашего партнера, он отдает вам как будто бы долг. Вот вы заслужили, и он вам отдает. Вот он вам платит, он вам служит. И тем самым он ускупает как будто бы свои какие-то моменты, а вы являетесь некой, неким таким правосудием, ну, духовность какую-то вносит. Очень интересно. Так, я же себя загадывала, да, здесь? Пока говорила, я и забыла, что надо иметь себя в виду тоже, да? То есть, о чем это? Хорошо. Что несет в себе возврат девичьей фамилии? А этот вопрос, он для тех, что людей, которые, допустим, были в браке и либо развелись, либо овдовели, и захотели бы вернуть вот свою фамилию, после того, как взяли фамилию партнера, захотели бы вернуть свою девичью фамилию, да, то есть, с которой родились. Либо сейчас, допустим, вы послушали и сказали, нет, я хочу изменить свою судьбу, и я хочу вот духовность своей вернуть. Что вам несет возврат? А здесь, знаете, здесь как будто бы освобождение от какой-то кандалы, от каких-то ограничений. Здесь радость идет. То есть, если бы вы вернулись, как будто бы возвращаетесь к своим источникам, как будто вот, знаете, у вас надежды возвращаются. Вот когда домой, есть такое ощущение, когда много путешествуешь, возвращаешься домой и говоришь, ой, как хорошо, как дома, нет нигде, да. Ну, то есть, гостя хорошо, а дома еще лучше. Вот здесь вот так вот. Здесь как будто бы какие-то ваши вот эти вот кандалы, узы, ну, не знаю, случайно, не случайно, да, узы брака, они как будто бы распадаются, и вот вы возвращаетесь к своей первичной энергии, да. Да, да, здесь как будто бы уходит вот эта вот борьба, бездуховность, сложность, ну, не знаю, как-то очень-очень-очень позитивно происходит какой-то момент. Знаете, как будто бы ресурсом наполняется. Вот я же говорю, у меня здесь идет такой, как будто бы на место силы вернулся, и прям тебе очень-очень хорошо, вот прям как будто бы себя вспоминаешь, вот к какому-то такому первоисточнику возвращаешься, и как будто бы, знаете, какой-то вот негатив с вас уходит, слухи какие-то. Такое ощущение, что вот вы шлейфом за собой несли какую-то не очень приятную энергию. Знаете, может быть, конфликты какие-то, ну, вот вы были каким-то конфликтным человеком, а здесь, если вы вернулись к своей девичьей, родной своей фамилии, то здесь появляется так, как будто бы и люди перестали о вас сплетничать, и вы как будто бы успокоились, вот какое-то вот успокоение. Я же говорила, у вашей фамилии есть вот эта вот безмятежность, какая-то дзен, вот это состояние, и вы как будто бы возвращаете к себе эту фамилию. А вот давайте посмотрим, какой сценарий вы отработали, я говорила там, фамилии партнера, да, вы отрабатываете, он сценарий, то есть служит вам партнер. Да, стресс какие-то, вот, пожалуйста, поэтому выходит вот кошмар. То есть вы как будто бы от стресса какого-то избавляетесь, вот эти вот иллюзии, страхи, то, как будто бы вы чувствовали себя, допустим, ну, каким-то изгоем, да, ну, нелюбимым, отшельником каким-то, нелюбимым человеком. И вот это вот как будто бы уходит. Я же говорю, здесь какая-то вот не очень приятная история, которая наполняла вас с того момента, как вы поменяли фамилию на фамилию вашего партнера. И вот здесь, если вы возвращаетесь опять с своей фамилией, то вот это вот ощущение, оно проходит. А что появляется, что появляется? Творческое начало, красота. Вот я же говорю, вот ребенок, не случайно все про это. Знаете, такое ощущение, что у вас прилив сил, у вас прилив энергии, возможно, какие-то ваши способности открываются. Вы как будто бы, знаете, вот соединяете со своей силой внутренней вашей, которая вас наполняет, как будто бы вас обратно принимают в свой... в свой род, ладно, скажу так. Здесь очарование, здесь вот вы как будто бы возвращаетесь к своей чистоте, к чистоте своих, ну вот прям, я не знаю, возвращение лунного попугая, но вот здесь вот прям такой, знаете, возврат к себе, прям очень-очень красиво. Прям такое ощущение, что как будто вы говорят вернись к своей фамилии. Ну, для себя теперь понимаю, да, почему я не взяла фамилию мужа, да? Хорошо, правильно сделал. Хорошо, что несет в себе смена фамилия на любую другую выбранную вами? Бывают такие моменты, когда нам наша фамилия не нравится, и... А мы еще не замужем, либо уже не замужем, и мы хотим сменить. Ну, не нравится, допустим, там, фамилия козел, или как-то так, еще что-то, может быть, на слух кажется некрасивой, я не хочу. Вот, и если бы я ее сменил, сменила бы на любую другую, не на партнера, а вообще на ту, которая мне понравилась. Там, фамилия Козявкина, не знаю, ну, не знаю, какая фамилия, вы хотите ее сменить на что-то там, красивое-то, божественное, еще какая-то. Что будет, да, что несет в себе эта смена на ту фамилию, которую вы придумали. Но, вот здесь вот уточню, уточню, уточню. Да, здесь, вот, смотрите, здесь вы как будто бы, если вы хотите сменить, то карты говорят, что да, потому что, во-первых, здесь у вас будет полная концентрация ваших сил, вы станете более амбициозным, более таким человеком, сильным внутри, желающим достигать каких-то результатов, двигаться. Прямо здесь вот такая сфокусированная, концентрированная энергия на результат появляется через ценность себя, через желание научиться, изучать что-то новое, да. Здесь вот прямо через ученичество, постоянное как-то, возможно, будет передвижение, желание узнавать что-то. Здесь и духовность появляется, и желание идти в новое, какие-то вот перемены, то есть вот эта вот фамилия, о которой вы думаете, она будет вас постоянно обновлять, и здесь будет какая-то такая свежая струя, прям энергия идет обновляющая, да, знаете, какая-то внутренняя регенерация будет постоянно, и вот каждый раз с этой фамилией вы будете ощущать больше и больше ценность себя, то есть вам это будет нравиться, не через спокойствие, вот здесь достаточно такая активная энергия, но она очень концентрированная, точечная, и она не агрессивная, она здесь вот прям какой-то вот поток, очень сильный, мощный поток идет, и вот эта вот фамилия, она поменяет вам как-то вот ваши взгляды на жизнь, ваше мировоззрение, вы начнете смотреть на мир новыми глазами, замечать новые вещи, вот такое, какое-то бы преображение, что ли, произойдет в вашем сознании, вот такая вот интересная история была по первой позиции, жду в ваших комментариях, мне очень-очень интересно будет посмотреть, что вы напишите, особенно если вам этот вопрос был интересен, да, и вы когда-то занимались вопросом, ну, вашей фамилии, да, это у нас была первая позиция, я посмотрю, сколько там наговорила, много наговорила, ладно, мы с вами переходим в позицию номер два, красненькому камешку, и давайте посмотрим, что несет в себе девичья фамилия для вас, то есть та, с которой вы родились, если вы мужчина, значит, то есть, который вы родили, и женщина, значит, ваша родная, какая энергия, энергия, энергия выбора, и энергия, такой, знаете, некой такой меланхолии, я не могу сказать, что здесь ресурс, энергетический, какой-то вот достаточно, большой, наоборот, здесь, знаете, может быть, в вашей семье были такие, не то, что больнее дети рождались, а вот идет слово вялое, я бы не сказала, что это вялость, а вот не совсем любители двигаться, ну, то есть есть дети активные, да, которые везде лазят, все смотрят, а вот здесь вот такие вот более, более спокойные дети, что ли, более меланхоличные, я не знаю, как этот тип назвать, я никогда не могла выучить, там, холерики, либо самовинники, как их там называют, но здесь вот такой вот более размеренный, такие, знаете, бывают детки, вот смотришь на них, они вроде бы такие маленькие, и должны быть наполнены жизнью, им говорят, давай, да иди, поиграй, иди побегай, они, не, я не хочу, такие, знаете, дети с детства уставшие, вот ощущение, что этот ребенок уже родился уставшим, от жизни, от всего, вот бывают такие дети, вот здесь вот такое вот состояние и ощущение, и вопрос постоянный, и это связано с чем? Постоянная проблема, связанная с выбором, это люди, которым сложно сделать какой-то выбор, то есть с детства у вас был этот вопрос, вы не могли определиться, а что выбрать, врачуам, здесь такое ощущение, что вот ваша фамилия, она вам дает вот эти вот уроки касательно выбора, что выбрать, да, пойти к умным, либо пойти к красивым, также здесь сложно, здесь красивые дети рождались, красивые люди, люди, которые занимают, любят созерцать, люди, которые любят смотреть на красоту, женщинам, например, нравятся очень цветы, эстетика, но здесь вот вопрос с выбором, то есть такое ощущение, что вот ваша фамилия, а то, как она называлась, она изначально как будто бы учила делать правильный выбор, и вот, знаете, какие-то уроки вы проходите, вот у всех там, например, ну, есть шанс, и человек просто берет его и делает, а вот вам надо постоянно как-то из чего-то что-то выбрать, вот вы все время, допустим, удивляете, и это вот вас обесточивает как-то, то есть потому что вам сложно сделать выбор, ну, вы не знаете, ну, допустим, смотришь на какой-то букет цветов, и как выбрать, ну, вот и этот букет красивый, и этот красивый, я не знаю, ну, например, хотите себе завести домашнее животное, да, и вроде собачку хочу, и в то же время и от кошечки бы не отказалась, и вот, и не знаешь, и что делать, а двоих не могу, а что-то одно выбрать могу, вот здесь вот вопрос выбора связан с вашей фамилией, но однозначно здесь красота играет огромную роль, здесь почему-то есть люди, которые опять-таки с музеями как-то связаны, почему-то не идет слово Эрмитаж, то есть может быть кто-то ваши прародители, да, кто-то может быть в музее работал, да, либо наоборот собирал, коллекционировал какие-то произведения искусства, здесь вот картины, я вижу очень красивые, древние картины, то есть вы были, не вы, а вот люди, прародители ваши, как-то вот с красотой, краски, я вижу краски, причем золотые краски, то ли как-то вот украшают, вот такое ощущение, что вот вы как-будто бы даже своим присутствием облагораживаете, вот это слово нашла я, да, вот здесь вот как-будто облагораживаете своим присутствием, то место, в котором вы находитесь, что-то красиво пахнет, свечка что ли, запахно, прям вообще, там запахи такие, вишневые, вишневый сад, может быть сады кто-то содержал, ну в общем, обалденная красота, а запахи вот эти вот идут, прям вот это вот все связано с вашей фамилией, брошь, брошь, у кого-то может быть кто-то передает по наследству очень красивую такую древнюю брошь, она как будто бы как кулон, который вешали на шею, и прям в ней энергия такая очень сильная, либо брошь какая-то, очень драгоценно, здесь драгоценно даже не в составе металлов, а в ценности, в значимости, вот почему-то она была подарена во имя какой-то любви, здесь кто-то кому-то, и вот в память, ой, боже, как пахнет, сады, в саду каком-то было это подарено, что-то еще здесь есть, уже здесь столько людей, столько вот энергии, присутствует, такое ощущение, что тут, как это, дорвались до источника и начинает передавать, вот здесь вот прям очень-очень много такого всего идет, прям в присутствии, ладно, идем дальше, что несет себе фамилия вашего партнера, мужа, жены, для вас, то есть, если вы поменяли в какой-то момент, либо думаете, да, при замужестве, там, при женихе, тебе как-то, вот менять свою фамилию, но фамилию партнера, что вам это даст? Так, три карты я вынесу, ну, смотрите, вот как раз-таки очень здорово, на самом деле, опять-таки, вот что в первом варианте, что вот во втором, идет какая-то гарпенизация, а потом говорим, что как будто бы случайно встречаем своих партнеров, да ничего подобного, случайности в жизни и не бывает, но здесь идет баланс, смотрите, вам как будто бы не хватало энергии, да, я говорила, я говорила, вам не хватало, ну, как-то, знаете, люди, которые находятся в бесконечном созерцании, никуда не торопятся, такое ощущение, что вот огонька не хватало, и вам дается как раз-таки партнер, для того, что вот фамилия вашего партнера, она несет некую такую, знаете, победоносность, некую такую гордость, есть такое ощущение, если в первой позиции мужская, то есть девичья фамилия и фамилия партнера, а энергия я не была мужская, то здесь в вашей девичье это энергия и мужская это я не, прям вот такая вот активная, как и должна быть, то есть женщина-женщина, мужчина-мужчина, прям, знаете, вот это вот победоносный человек, который приносит вам некую такую уверенность, прям, знаете, славу может быть, приносит какие-то благие новости, благие идеи, а прям вот с этим человеком здесь вот как будто бы соединяются две стихии, вода и огонь, вот вы вода, а он огонь, и вот когда вместе прям начинает это все кипеть, это прям бурить, вода, а без холодной превращается в горячий теплый, удовольствие, наслаждение, здесь вот все прям, ух, аж как, прям все так достаточно сексуально, достаточно прям вот это вот ваше слияние энергии, вместе, когда вы вместе прям вот готовы что-то творить, двигать, создавать, прям дает рождение, дает жизнь, ну, замечательное, замечательное, то есть это вот фамилия вашей, вашего партнера, прямо вот через удовольствие, получать удовольствие, получать наслаждение, но здесь вот если говорить о минусах, может быть немножко эгоистично, то есть для себя, ваш партнер может быть такой человек, с такой фамилией, да, который больше заботится о себе, о своем удовольствии, о своем наслаждении, а вы как раз таки заботитесь об удовольствии и наслаждении других людей, поэтому здесь получается так, что вы прям идеально подходите к своему партнеру, что вы его наполняете, а он достаточно эгоистичен, но при этом благодарен вам, да, за то, что вы его наполняете. Здесь вот прям, мне кажется, такой балансированный союз. Хорошо, что несет в себе возврат вашей девичьей фамилии? То есть если вы разводите, там удоверяете, либо каким-то причинам, захотите снова вернуть себе свою фамилию, то вот мне нравится больше моя фамилия. Что будет? Давайте посмотрим, да, что будет, если вы вернете свою обратно девичью фамилию. Так, здесь такое ощущение, что вот вам этого делать не нужно. Почему? Потому что выполняет карта драгоценности, ценности, игра и крест. Дворец о том, что вот вы как будто бы, ну, знаете, вот, приносите, привносите в свою девичью фамилию какой-то вот крест, вот что там, какие-то, как это называется? карму. Какие-то причинно-следственные ситуации не очень позитивные, вот вы привносите какие-то манипуляции, ну, такое, знаешь, такое вот ощущение не очень приятное, как будто бы у кого-то что-то взяли чужое, как своровали, и принесли себе, и вам от этого радостно не будет. Вот я не знаю, здесь, в принципе, карта драгоценности, это же должно быть хорошо, а я вот всю эту историю считываю как-то вот негативно, потому что у меня идет здесь такая энергия, как будто бы что-то своровали, и вот как воры ночью убежали. Не надо это делать, то есть ничего хорошего из этого не выйдет. То есть если поменяли уже фамилию, уже оставайтесь в этом. Так, это исцеляющая история, я хочу вот здесь вот посмотреть, о чем, а какая вот история, вы как будто бы себе наработаете больше каких-то проблем. Фу, жарко стало. Что вы себе здесь наработаете? Ну да, какая-то вот воистенность и сирота. То есть вы будете себя чувствовать, опять-таки, как чувствовали раньше, да, вот это вот, никому не нужные, там, бедные, несчастные сирота, и будете внутри себя воевать. То есть вы себе как будто бы врагов наработаете, как будто бы внутри, это вот внутри будет. Фу, боже, жарко стало. Ну, не надо это сделать, я не буду сейчас разбирать, я не могу понять, с чем это связано здесь, ну вот не очень хорошо. Здесь такое ощущение, знаете, как будто бы извержение вулкана произошло, и вас эта лава вот прям нагоняет, вы убегаете от нее, и вас вот как будто бы нагоняет этой волной, но готовы вас сжечь. Ну, не знаю почему, не могу понять, не надо этого делать. А что будет, если вы останетесь с этой фамилией, ну вот, с партнера. Вот победа, вот прям созвучно, и божий учитель, да, вот прям, смотрите, победа, победа, вторит, одна карта другой. То есть вы будете победителем, а в чем вы будете себя? И, то есть, знаете, вы получите какой-то опыт, который потом можете передавать. Да. Это будет вас наполнять, вот ваша энергетика, вот, все, я поняла, вы не надо, потому что ваши энергии поменялись, и вы как будто бы уже не чистую энергию смешанную будете обратно приносить в свою фамилию, в свой род. Не надо этого делать. Оставайтесь там, где вы есть, да, 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 это вот как-то вас облагородит, как-то чисто, чистота будет. То есть, вот оставайтесь с этой фамилией. Хорошо. Что несет в себе смена фамилии на любую выбранную вами? Предположим, что вам не нравятся ни ваши девичья, вам не нравится ни фамилия вашего партнера, потому что его либо нет, либо уже нет, либо пока не предполагается, и вы захотели поменять свою фамилию на ту, которая вам понравилась. Ну, а что, на какую-нибудь модненькую фамилию, которая, на ваш взгляд, кажется вам более интересной. Да? Что несет в себе смена фамилии? фамилия. Так. Ой, боженьки. Ну, смотрите. Если вы придумаете себе какую-нибудь другую фамилию, во-первых, здесь будет закончено крахом, как говорится, будет завершена вот это вот ваше любопытство, любознательность, вместе с ней какая-то вот ваша неуверенность в себе, но желание вот что-то познать, вот эта вот открытость, игра, в хорошем смысле слова, некая детскость, непосредственность, позитивность, вот это вот все будет завершено, вы будете чувствовать себя как-то убитым, разбитым, и все равно в какой-то момент захотите вернуться в прошлое, новую фамилию, которую вы, если вы себе придумаете, она будет приносить очень много изменений, трансформации, здесь, знаете, здесь как, здесь вообще чужая энергия пошла, сразу чужая энергия, вообще она не созвучна, ни вам, ни фамилия вашего партнера, чужая энергия, она и не хорошая, и неплохая, она тяжелая, она тяжелая, она темная, темная не в контексте, что негатив несет, а чужеродная, чужестранная, ну, несвойственная вам, и здесь, причем, было два сразу великих аркана, это дьявол и смерть, то есть здесь перемены, трансформации, вот такое ощущение, что вот вы как будто бы себя ломаете, все свои какие-то наработки, это, примером я приведу, что вы, допустим, вот вы много лет вкладывались, выращивали тот прекрасный вишневый сад, почему вишневый, потому что у меня запахи, вот эти, вишневый сад, а потом в один день взяли и подожгли это, и, и теперь там ничего не растет, вот такие вот перемены, какие-то вот, ну, не очень хорошие, к чему это приведет, в конечном итоге приводит к пятерке кубков, к разочарованию, к потере, и здесь очень много, так хочется сказать, какой-то нечистик себе притянете, но не про это здесь речь, а притянете то, что не надо, короче, не надо, не надо вам это делать, и я вот прямо это сейчас сразу и перекрою, не меняйте, вот поставим давайте единорога, прекрасненько, вот, и перекроем всю эту ситуацию нашим единорогом и божественным учителем, все, чтобы это в ней не надо, не делать, так, вот такая вот у нас была вторая позиция, не знаю, она большая, там во время нисколько, а нет, не такая, как первая, но вот здесь вот такая информация пошла, так, и мы с вами переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку, сегодня я вот прямо на таких интересных энергиях нахожусь, я люблю наблюдать за собой в процессе расклада, потому что я не читаю от головы, я читаю в потоке, и вот эти вот все энергии, я все это через себя пропускаю и ощущаю, это очень, очень забавно, иногда здесь, еще какая-то вот такая энергия и гривость, это вот бывает, хочется сказать, как этот, домовенок, ну, то есть, какой-то дух здесь, который любит пошалить, вот, вот такой, я не знаю, оригинальный, причем я стала противоречить на 3 позиции, наверняка здесь пришел мне сообщить такой, персонаж, да, да, она, семерка, начальник, хитрый, хитрый какой-то здесь дух пришел, ну, хорошо, ладно, позиция номер 3, что несет в себе девичья фамилия для вас, та, с которой вы родились, о, 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 как, ну, я не виновата, пришли ко мне здесь мастера, мастера, эксперты, психологи, ведьмы, колдуны, экстрасенсы, медиумы, так, ну, поэтому я же говорю, дух какой-то пришел сюда, значит, смотрите, что несет ваша фамилия, с которой вы родились, фамилия, с которой вы родились, она дает вам колоссальную силу, мужество, мужество здесь, опа, здесь пришла информация о том, что кто-то из ваших прародителей работал в цирке, в цирке украшения, украшения больших животных, больших кошек, да, это не слоны, не медведи, а это кошки, прародитель был шаман, так, сейчас, мужчина или женщина, так, дверь бьет, мужчина, мужчина, так, мужчина, здесь кто-то на природе, если мы говорим, это где-то средняя полоса России, зелень очень много, я и в первой позиции говорила про кочевников, вот здесь вот как-то, очень древняя ваша фамилия, клановая система тоже вышла, здесь очень, кочевники были, кочевники, может быть, даже здесь больше, где-то, сказать скандинавы, я не уверена, но какая-то доля очень маленькая, может быть, поэтому, возможно, вам нравится работа с рунами, с друидами, если мастера, как-то с деревьями, природами, если вы вообще с этим не сталкиваетесь, силу, силу, очень огромную силу несет мужество, мужество, здесь женщины, здесь женщины рода, если вот в первую позицию были мужчины, мужчины, во второй позиции там, женщина, женщина, мужчина, мужчина, то здесь вот у меня прямо женщина, она очень сильная, очень мощная энергия, поэтому я и говорю о ведьмах, если здесь даже есть профессии, то профессии психологов, здесь люди, с такой, знаете, вот очень мощью, энергетической, кинологи, какое-то вот отношение к растениям, я не могу понять, вот я вижу постоянно растения, я не могу понять, какое-то отношение имеет плющи, не плющи, вот я открытое пространство вижу, я вижу очень много зелени, это не поле, а даже не горы, то есть там не колосье, там очень много зелени, ну ближе как-то к лесу, да, может быть как-то вот к болоту, ну очень такое вот плодородное, к чему я это все говорю, вот здесь вот энергия, я бы сказала, энергия природы, да, здесь как-то вот природненькие были люди, женщины, травницы, я не вижу здесь какой-то вот мужской силы, а вот именно женской, женской, вот ваша фамилия, она несет именно вот какое-то, знаете, взаимодействие с природой, и у вас эта сила есть, кстати, как-то я вижу дождь, когда вам грустно, как-то почему-то может дождик накапывать, накрапывать, понимаете, вот прям природа, вы не сон с вами, ну либо вы у не сон с ней, здесь не суть, то есть когда у вас хорошее настроение, и солнышко светит, вот вы как-то уже обращали внимание, а когда вам надо что-то быстро, чтобы в жизни было, такое ощущение, что вот как будто бы ветерок вас подталкивает в спину, вы здесь с природой как-то вот взаимодействовать очень хорошо, потенциал огромный, ресурс огромный здесь, прям, как говорится, не уханное поле, энергия, здесь есть сила, здесь есть огонь, но она не сжигает вас, здесь просто потенциал очень сильный вашим, знаете, вот вы как-то проявляться можете в социуме, но вам не столь это интересно, вы больше сами по себе, вы даже не отшельник, а вот сами по себе, это как мартовские коты, да, я хожу сама по себе, дальше, что еще, что еще, здесь вот прям, так, договариваться, здесь, здесь какие-то переговоры ведутся, да, то есть, причем вы можете решать какие-то кризисные ситуации, здесь две категории, здесь категория людей, которые работают с огнем, и категория людей, которые работают больше с природой, потому что более мягкая такая энергия, а вот с огнем, она какая-то вот более такая активная, то есть, вы подвижные по жизни, вы более активные, я не говорю о том, что огонь это мужчина, природа, это женщина, ни в коем случае, а я говорю о состоянии, дальше, что здесь есть, здесь есть вот ваши фамилии, люди много говорили, много, не болтуны, а много использовали свои голосовые связки, много очень говорили, разговаривали, договаривались, какие-то контракты, здесь какие-то документы подписывались, нет, здесь не было учителей, здесь в силу своей профессии, причем профессия какая-то, знаете, вот как МЧС, кто-то кого-то спасает, но здесь вот, может быть, дипломаты были тоже, вот такая вот профессия больше, открытые пространства, я не знаю почему, но вам очень нравятся открытые пространства, очень прям, вот как-то они вас наполняют, здесь энергия, еще, знаете, как-то, вот у вас чувствительность очень сильно развита, эмпатичность, интуиция сильно развита, вы знаете, вы могли разоблачать какую-то хитрость, потому что вы сами ей владеете, не обманом, а вот такое ощущение, что вот у вас чуть-чуть одна хитрость есть, на какой-то обман, как лиса, кстати, рыжая, огненная, да, здесь вот эта вот хитрость, провернуть какие-то дела, провернуть какую-то сделку, но не используя обман, а используя свой интеллект, как-то, ну, знаете, есть вещь, когда можно кого-то обмануть, а есть варианты, когда можно что-то просто не договорить, да, чисто по-женски, не договорить, и вот этому есть какая-то тоже своя выгода. Ночь вас успокаивает, вы ночные персонажи, хотя есть часть вас, которые сова, а есть кто-то, кто утренние пташки, но здесь просто две категории, как-то, знаете, энергии, сливаются в один поток. Хорошо, ладно, идем дальше. Что несет в себе фамилия вашего партнера, ну, то есть мужа, жены, если вы ее смените. О, о, какая красота, прям, знаете, ну, вот, для тех, кто занимается экзотерическими знаниями, почему я все время говорю экзотерическими, а не экзотерическим, коль я на вас это сказала, я поясню, экзотерические знания, это те знания, которые получаем в закрытых орденах, в коминах, то есть эзотерические внутренние знания, да, внутри какой-то некой организации, а когда мы сами все изучаем, это называется экзотерические знания. То есть эзотерические знания, если бы вы занимались действительно внутренними этим знаниями, находили бы в каком-нибудь клане, находили бы в каком-то ордене, вы бы мои расклады не смотрели, вы бы эти знания уже получали оттуда. Поэтому я уточняю, что мы все занимаемся экзотерическими знаниями. Ну это, мои заморочки, вы знаете, я все время придираюсь к словам, потому что слова несут смысл, не случайно. Вот в вашем случае, здесь получается, вот если бы вы занимались, если бы занимаетесь практиками, вот это вот прям для этих людей, во-первых, женщины здесь, они очень сильны, то есть мужчинами не совладеть, мужчина должен быть неимоверной силой, чтобы как-то управлять этой женщиной, либо женщина должна в этой позиции, женщина должна почувствовать уважение к своему мужчине, и только тогда он может ее укротить. Не потому что она ему подчиняется, а потому что она хочет это делать. То есть не силой, а она внутри мужчины должна ощутить, именно женщина, должна ощутить в мужчине эту внутреннюю силу и подчиниться не мужчине, а его внутренней силе. То есть она подчиняется, покоряется силе, потому что у нее сама эта сила очень активная. А если вы мужчина, то вы уже достаточно сильный, и здесь вот ваша женщина, фамилия вашей женщины, она сделает так, что вы будете ощущать в себе еще больше силы, еще больше уверенности, и она будет помогать вам как-то, она будет приумножать вашу силу, если так сказать, да. Это если вы мужчина смотрите. Если женщина, то получая фамилию своего мужчины, вы рядом с ним будете ощущать, вот именно, знаете, женскую вот эту вот энергию, о которой я говорила. То есть ваш мужчина, он действительно настоящий такой король с огромной силой, с огромным потенциалом. То есть если вы выберете и признаете, вопрос в признании, не то, что выбираете, а в признании именно мужской силе, которой вы готовы покориться или нет. То есть вот фамилия вашего мужчины, она приносит справедливость, она приносит, честно здесь прямо, я хочу сказать, что возможно ваш мужчина и работает в каких-то правоохранительных органах. Почему? Потому что редко встречаются мужчины, но они встречаются, да. Я имею в виду, допустим, на просторах бывшего СНГ, здесь-то тяжелый я, здесь легче, вот, который действительно, ну вот имеет вот эту вот дисциплину, вот эту вот силу, да. Как правило, это характерная черта военных, да, ну потому что их-то учат, обучают. То есть мужчина, который берет на себя ответственность, мужчина, который сначала решает задачу, а потом он будет все обдумывать, да, каких-то последствиях или нет. То есть он сначала сделает так, как нужно, правильно, справедливо. То есть если он видит какую-то, например, несправедливость, неважно, это касается, и говорит нет, то есть он сначала это решит, а потом будет думать о том, что зачем я в это ввязался или нет. То есть не тот человек, который пройдет мимо просто так. Здесь ваш мужчина достаточно справедливый человек, который, знаете, вот у него также есть мужество, как и у вас. Только у вас это сила внутренняя, а у него это храбрость, да, вот действительно, мужчина, который не побоится, не потому что он дурак и ввязался в какой-то бой, а потому что для него это вот слово чести какое-то, да, знаете, вот именно мужское достоинство, то есть это мужчина, который не зря носит брюки, да, вот так скажем. То есть достаточно, я не могу сказать, что здесь вот какая-то вот мудрость, да, жизненная, либо знание, нет, а здесь вот именно внутреннее ощущение этой энергетики, правильной энергетикой, активной энергетикой, такой достаточно вкусной, но вот в этом случае здесь вы и ваш партнер создаёт прекрасную пару. Почему я сказала, для тех, кто практикует, если вот практикует, здесь получается ведьма и, условно говоря, маг, да, либо колдун, пускай будет так, но всё равно ступеньку выше, и здесь женщина, она независимая, вот в чём дело, понимаете, она как кошка, то есть её кажется, что можешь её приручить, да, погладить, но на самом деле она позволяет себя гладить, а когда она не хочет, она уходит и исчезает, и всё, и исчезлищие, это тебе не собака преданная. Здесь вот такое вот ощущение, то есть я позволяю своему партнёру делать то, что он делает, ну, потому что я это позволяю, а когда я не хочу, этого не будет, то есть я буду мягко покладить, тогда, когда я хочу, ну, это как будто бы воздух, который нереально собрать, и засунуть в бутылку, можно, но здесь надо было там какие-то определённые способы, да, и это будет насильственно, естественно, путём не получится. Но здесь вот как-то такая женщина сама по себе, ну, и мужчина ей подстать, однозначно, иначе как бы вы протянулись, но здесь вот колоссальная такая энергия, на вас вместе, когда вы, это хуже, чем электростанция, вот такая вот мощная динамика прям. хорошо, что несёт в себе возврат девичьей фамилии, то есть если вы по какой-то причине расходитесь, расстаётесь, возвращаетесь к своей фамилии, к той, которая у вас была, да, чем это чревато? Ну, смотрите, если вы мужчина, почему-то в этой позиции хочется сделать разделение, если вы мужчина, то, возможно, вы либо смените профессию, либо если останетесь в этой профессии, то есть на вас это никак не повлияет энергетически, то есть не хуже станет, и не лучше станет, то есть как было, так и останется, вы будете работать, вы свою силу не теряете. Ну, и при этом не теряете связь со своей женщиной, да, то есть, допустим, если вы разошлись, ну, развелись, и по какой-то причине у вас была фамилия жены, вы себе возвращаете ту фамилию, которая у вас была при рождении. Какое-то влияние вы от вашей бывшей партнёршей всё равно перенимаете, и связь у вас не разрывается, но у вас такое ощущение, что профессиональная сфера идёт лучше, либо вы возвращаетесь как-то и делаете больше акцента на свою профессиональную сферу, либо сила появляется. В общем, воспроявлением себя в социуме, так скажем. А если вы женщина, и разводитесь, и берёте свою фамилию, то вы в плюсе, то есть вы как будто бы берёте и у мужчины, и вы силы, да, забираете его вот эту вот энергию, и плюс ко всему, вместе с этой энергией вы берёте какую-то ответственность на себя мужские. Я не могу сказать, что вам это плохо или хорошо, но вы как были свободны по жизни, свободным человеком, так вы и остаётесь, но вот ваши способности экзотерические, да, как я говорила, они увеличиваются, потому что у вас увеличивается связь с прошлым. Здесь вы как будто бы уже берёте энергию, хочется сказать, качаете энергию из двух сторон, и со стороны вашего бывшего партнёра, и со своей, ну, вы становитесь сильнее, по крайней мере, как профессионал, в той сфере, в которой вы развиваетесь, как практик. Если вы, допустим, как психолог, да, либо специалист, там, я не знаю, какой-то специалист, что-то вы практикуете, да, на помощь людям, ну, то есть взаимодействие как-то с людьми, и вот ваша сила, она увеличивается, и вы как будто бы из прошлого начинаете ещё вытягивать энергию. Здесь какие-то способности открываются, что ли. Да. Есть такое ощущение, что вот род, даже не род, а прародители вашего партнёра, и ваши прародители, они как будто бы соединяются, и вы отсюда примножаете свою силу. То есть вы берёте энергию и как своего рода, так и с рода вашего партнёра. Как-то вот вы подключились, включились в него, и восприняли как свою, и отсюда у вас мощь и сила стала расти. Да, и это придаёт вам, знаете, какой-то статус в социуме, с одной стороны, а с другой стороны, вам какую-то ещё и защиту даёт. Вот эти вот мужские энергии вашего партнёра, да, они дают вам защиту. Они вас защищают в социуме. Хорошо. Предположим, что вы в какой-то момент захотели поменять свою фамилию вообще на третью, на десятую, не знаю, на та, которая вам нравится. Ушли с Василёк, да, и думать, какую по себе фамилию придумать. Ну и говорите, а я возьму фамилию Орлов. Ну то есть уйду от цветочков, пойду к птичкам. Вот. Что будет так тогда? Ну знаете, может быть, некий иногда псевдоним. Ну почему-то здесь мне хочется сказать, что если вы думаете, псевдоним, да, себе взять. Псевдоним, да. Либо какое-то магическое имя придумать себе. Да, я думаю, вы же, если специалист, то возможно хотите придумать себе магическое имя. Я просто думаю о своем, ладно. Что вам это даст? Это увеличит как-то ваши, знаете, коммуникативные способности взаимодействия. То есть вы как будто бы станете больше, как это называется, конкурентно способными. Да, как-то больше проявленными, что ли. Вы, вам легче будет двигаться по жизни. Как-то, знаете, оставлять что-то в прошлом и с новой фамилией вот этой, и двигаться дальше. Здесь вы с новой фамилией да, проработаете, проработаете свои сценарии. Знаете, с одной стороны, вот это вот желание быть особенным, я не понимаю, меня никто не понимает, никто не принимает, тоже своего рода такая манипуляция. И вот ваша эмоциональная жадность, я говорила давно уже тройкам, о том, что у них есть вот эта эмоциональная жадность, да, то есть нежелание делиться с кем-то своими эмоциями, я сам собой, мне и так хорошо. То есть здесь такое, знаете, ощущение, что вы очень ярко будете проявлять себя, свои способности, свой профессионализм, мастерство в социальной среде. Как-то вы легче о себе будете заявлять. Но не с точки зрения какой-то надменности, смотри, я это умею, у меня есть этот потенциал, у вас нет. То есть нет, здесь вообще не про эгоизм, а как-то вот, как-то проработаете свой эмоциональный аспект. На что здесь как-то эмоции ваши проработаются. А вы будете, научитесь взаимодействовать своей силой. Смотрите здесь, как получается. У вас есть сила от природы, изначально она дана. Потом, если вдруг, в какой-то момент вы разводитесь и уходите от своего мужа, и не берете, либо оставляете наоборот его фамилию, то у вас продолжаете быть на его фамилии. Здесь получается, ваша сила, в силу вашего партнера, как я говорила, вот эти две фамилии соединяются, и потом вы вот эту, если придумаете себе еще и какое-то магическое, да, а не будете менять свою фамилию, допустим, на другую, на третью, а именно придумать себе какой-то вот, ну не знаю, очень красивый ник такой, сильный для работы, то вы сможете направлять вот эту свою силу, внутреннюю, какую-то способность на то, что вы хотите. И здесь как-то появляется сценарий преданности, о чем этот сценарий преданности, что-то здесь про преданность, чему, возможно, своему делу, да, то, чем у тебя, то есть какая-то, знаете, вы как будто бы устакаяниваетесь, в том, чем вы занимаетесь, и гора, и вам это даст какую-то еще большую силу. Здесь вообще, знаете, как офигеть, получается так, что если даже вы не разводитесь, остаетесь замужем, да, у вас есть своя фамилия, у вас, девчонки, у вас, то есть сила, у вас есть еще и сила вашего партнера, вы ее направляете в нужное русло, придумаете себе какое-то магическое имя, либо ник такой достаточно, сильный энергетический, и вы, у вас сила во много раз возрастает, но здесь нужно понимать, для чего вам эта сила нужна, поэтому я сказала на проявление, именно в социуме, на профессиональную сферу, допустим, если вы, ну, там, я не знаю, ведьма занимаетесь, там, я не знаю, может быть, рейки, тата-хилинг, еще что-то, работаете вот именно на энергиях, и вам сила необходима для того, что, тем, чем вы занимаетесь, либо вы, допустим, прекрасный психолог, психотерапевт, вы работаете на своей внутренней силе, потому что, ну, вы вкладываетесь, да, в других людей, как-то взаимодействуете, вот здесь к вам придет огромный прилив энергии, вы прям будете черпать, и правильное, ну, не будете ее растрачивать, а будете направлять в правильное русло, так, так, вот хочу еще просто 2-3 карты вытащить, не знаю почему, ни о чем, просто вытащить, так, земля, земля вам в помощь, как стихия, и вы отправите, знаете, здесь, здесь рекомендация идет путешествовать, путешествуйте по земле, бываете больше места, в которых вам нравится, которых вас тянет, это не то, что это места силы известной, а ищите свои места, здесь, знаете, здесь такое ощущение, что вот чем больше вы путешествуете, и когда вы возвращаетесь себе домой, вы чувствуете, что вы уже изменились, вы стали другим человеком, то есть у вас как будто бы не было там несколько дней, там 3-5-10, не знаю, вы вернулись, и вы уже возвращаетесь другим человеком, вот путешествия для вас, они важны, новые места, они придают вам какую-то некую силу, вот это вот, вы напитываетесь, вы не дома напитываетесь, при взаимодействии с другими людьми, ваша подпитка идет путешествие, когда вы едете куда-то. Опять-таки, это не обязательно за границей, либо другой город, но важно, чтобы вы путешествовали, будь то это по деревням, не важно, важно, чтобы вы находились в каком-то путешествии, потому что те трудности, сложности, с которыми вы будете сталкиваться, здесь не про то, что пошел, посмотрел красоту, напомнился, приехал, нет, а какие-то неурядицы, в которые вы будете впадать, да, вы их будете решать, будете возвращаться каждый раз к себе домой, будете понимать, что я стал другим человеком, я на эти ситуации теперь уже смотрю иначе, вам вот это будет придавать вот это вот такой, и какую-то силу, да, вы как-то вот еще больше будете взаимодействовать с землей, и тем самым как-то это будет вас профессионала наполнять, и вы будете получать какие-то плоды в материальном плане, не знаю, здесь какая-то связь, вот, ну, просто, да, не тема этого расклада, да, но здесь какая-то вот идет такая глубина. Так, чем вам перекрою? Наверное, вот вашими картами и перекрою. Вот такая вот у нас была и третья позиция, жду ваших комментариев. Почему-то все время не хочется сказать по третьей позиции о том, что здесь какие-то практики, но уж простите, такое вот есть, не знаю, почему я вижу именно в третьей позиции это. А я еще раз благодарю Ольгу Юрковскую за идеи данного расклада, я надеюсь, вам понравился, если хотите тоже оставить свои идеи в разделе сообщества, в последнем посте в комментариях можете описать идеи своих раскладов. Все, что там написано, там около 20 тем, я их обязательно буду делать, мне по порядку, а так как ко мне идет, вот, и надеюсь, вам расклады будут нравиться. Какая-то новая энергия вот пошла у меня, вот я прям не сейчас, а вообще какая-то новая волна открылась, и у меня прям опять-таки второе дыхание открылось на новые расклады, потому что для меня внутреннее состояние, оно важно. Я не торола, которая работает от головы, не торола, которая работает своими энергиями, своими состояниями. Для меня торо – это не считка ключей, ключевых слов, да, и умение их соединять в предложении, а здесь вот микс очень многих моментов. Поэтому внутреннее состояние для меня очень важно. Я вам очень-очень благодарна за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайки, дизлайки. Хочу пожелать прекрасного лета, у кого оно уже началось, и кто-то едет в отпуск, не забывайте смотреть меня в отпуске 3 раза в неделю. Для этого нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение. Я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.